Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире новый домашний выпуск программы Кинофрэш. И сегодня вы узнаете все и даже больше о фильмах легенды смертельной битвы «Месть Скорпиона», «Сторожка», «Не та девушка» и, конечно же, обсуждение нашумевшего сериала «Великое» с эльфанинг Николасом Холтом. В общем, по традиции, все самое интересное и актуальное из мира кинематографа прямо сейчас на ваших экранах. Тост за мою новую жену, российскую императрицу! Ура! Это? Нет, дорогая, ты молчи. А, конечно. В онлайн-кинотеатре «Хула» по всему миру и на «Море.ТВ» в России новый сериал «Великая» от сценариста-фаворитки Тони Макнамары. Должна быть это огромная честь и ответственность управлять такой великой страной. Вообще-то это не так уж сложно. Буду рад выслушать, какие у вас ко мне претензии. Не обращайте внимания на тела. Я хочу быть полезной для России, хочу помочь ее величию. Ты родишь мне наследников, куда еще полезнее. Кролик! Эти палочки помогут быстрее забеременеть. Только не пойму, ими надо махать над животом или вставлять их в тебя. Уверена, это вариант с маханием. Екатерина II – одна из самых известных исторических личностей в истории России, которая, к тому же, получила большую популярность за рубежом. Поэтому не мудрено, что как только изобрели кинематограф, императрицу успели сыграть десятки актрис, среди которых Марлен Дитрих, Кэтрин Зетта-Джонс, Кристина Арбакайте, Катерин Денев и даже Хелен Миррен. Ну а в 2020 году очередь сыграть Екатерину дошла и до Айльфаненко. Вместе мы создадим великую империю. Нет, правлю я, а ты служишь. Ты прав, она несчастлива. Надо расчистить тучки. Мы найдем тебе любовника. Изумительно. Помимо Эльфаннинг в ленте заняты Николас Холт, Фиби Фокс и Гивилин Ли, а с автором сценария выступил Тони Макнамара, который до этого написал «Фаворитку». Императрица, в стране много несчастных людей, которым нужен лидер. Если император умирает, Россия достается императрице. Россию надо спасать, как и меня. Я не хочу тебя убивать, ты не плохой человек. Я могла бы тебя убить, ты плохой человек. Великое – это нечто среднее между фавориткой Йоргоса Лантимуса, Марией Антуанеттой, Софией Копполой и смертью Сталина, Армандо и Ануччи. Жесткая и гротескная комедия с абсурдными шутками, которую создатели трепетно назвали, местами правдивым рассказом займет вас на целых 10 часов. Правда, людям, которые обижаются на любой выпад в сторону России, лучше не беспокоиться. Друзья, мы продолжаем серию наших домашних посиделок. И сегодня мы обсудим сериал о Тоне Макнамаре под названием «Великая». И сегодня у нас специальная гостья, которая не понаслышке знает, каково это – играть королеву. Исполнительница роли «Снежной королевы» в мюзикле в Русском драматическом театре и многих других интересных ролей – Анастасия Сидоренко. Привет, ребята. Всем привет. Почему мы его решили выделить как основную, скажем, премьеру этой недели, возможно, для кого-то и предыдущей, потому что он очень спорный. Про него есть разные мнения в интернете, что это развесистая клюква антироссийская, естественная, которая плохо сказывается на восприятии истории. При этом у него очень высокий рейтинг на IMDb, западный аналог кинопоиска, у него там рейтинг 8. То есть, значит, люди смотрят, хохочут и, в принципе… Вот это в России нормально жить. В общем, какие у тебя впечатления? Потому что ты целиком посмотрела. Я так полагаю, это был жанр сатира. Историческая фантазия. Да. И такой специфический британский юмор их. Но, по моему мнению, были некие моменты перегибания палок. Но в целом, если у человека есть чувство юмора, если особенно есть пристрастие к черному юмору, если человек феминист, то ему можно посмотреть данный сериал. Так, а вот смотри, перегибание палок. Ты имеешь в виду, что юмор был жесткий и пошлый? Или то, что там, ну, совсем неправду говорят? Вот в какую сторону перегибания? Ну, на самом деле, в обе. Да. Когда-то так, когда-то так. То есть, понятно, что для каждого человека что-то приемлемое и в плане юмора, и в плане того, что… Они же не зря здесь пишут в начале каждой истории, что это эпизодически правдивая история. Вот даже там и звездочка такая. Да. То есть, как бы они заранее, заблаговременно предупреждают зрителя, что, по сути, это события, которые взяты и которые они разукрасили юмором своим. Вот я вспомнил, это называется альтернативная история. Да. Куча есть примеров, как смешивают какие-то там исторические события. По сути, что здесь из правды – это название нашей страны, это имена, которые, мне кажется, не всегда… Ну, то есть, в этом тоже, наверное, некий юмор, что, например, чернокожий человек носит русское имя из правдивого, что… Медведь на цепи, ну, это правда. Да, медведь на цепи. Ну, естественно. Балалайку я очень часто слышала в сериях. Ну, и сам факт борьбы Екатерины за власть. Сам Господь не просто так отправил меня на землю. Почему тогда он не сделал вас женщиной? Видимо, ради юмора. Ну, вот у тебя внутри как-то так коробило от этого, или ты думаешь, ну, весельчаки. Ну, у меня нормально все с юмором, поэтому, мне кажется, это имеет место быть, но на любителя прям. Ну, да, согласен. Наверное, все-таки мне резало иногда, например, когда я слышала «Священная война», когда там был хор чернобыльских девочек. Ну, то есть иногда у меня возникало такое, ну, как так? Я же патриот, я же из России. Как они могли? Ну, потом ты такая думаешь, ну, это, типа, вроде как шутка, это как на анекдоты бежать. Ну, да, и это кино. И на самом деле, если брать актерские работы, то они очень классные. Поэтому, если смотреть вот со стороны как актрисы, это можно посмотреть тоже в плане работы актерской, в плане того, как менялся герой от первой до десятой серии. Это было очень интересно. Надеюсь, эта вечно зеленая веточка станет символом наших чувств, нашей неизменной заботы друг о друге до конца наших дней. Она дала мне ветку, это ведь не еще одно рожденное от кровосмешения. Об этом не упоминалось. Был фильм, собственно, похожий, только про советскую историю, про смерть Сталина. Он, собственно, так и назывался. Его запретили. Как ты думаешь, если бы это был не сериал, а фильм, его бы тоже запретили, и был бы вой страшный, что, там, опять Россию нашу разрушают. Я почему-то думаю, что было бы так. Ну, с учетом, наверное, политической ситуации в стране, мне кажется, что было бы так, да. Но это прямо одного поля ягода. Почему ты думаешь, что вот люди обижаются? Вот есть какое-то объяснение? Ну, в смысле, это же люди, понимаешь, что это шутки. Они шутят так же над американцами, например, у себя там, ну, тупые там. Или, знаешь, вот пример. Мы с тобой еще за кадром говорили, ты говоришь, ну, наверное, там было бы неприятно, если бы сняли там комедию про королеву Викторию. Но, с другой стороны, это могли бы сделать сами британцы спокойно. Вопрос в том, насколько бы они это восприняли, если бы там было шоу от другой страны. По-моему, много было, собственно, пародий на королеву там. Да, ну, в Британии после группы Sex Pistols над королевой шутят вообще как угодно. Ну, вот в этом и ответ, что у нас разное чувство юмора. Я вот просто какой хотел привести пример. Например, мы обижаемся, когда берут каких-то исторических личностей и говорят, мы тут комедию делаем. Говорят, нет, вы сволочи просто, а не комедию делаете. Попортите историю. У нас просто есть примеры, не исторические, а когда, например, фильм какой-нибудь «Жених со Светлаковым», где есть персонаж немец, он клинический идиот, он обязательно, его надо там напоить, потому что он неправ, потому что он, во-первых, немец, а во-вторых, он там, типа, имеет виды на жену главного героя, который сам какой-то прохиндей. Вот. У нас, ну, типа, такие шутки обычно. Ну, просто как бы этого никто в мировом масштабе не видит и, ну, и не обижается. Ну, понятно, что есть какие-то штампы на каждую страну. И здесь все эти штампы показаны, те же самые, да, вот, медведи. А то, что орут всегда «Ура», вот это я не совсем понимаю. По-английски это звучит «Хуза». «Хуза», да. «Хуза», ужасно. «Ура!» Ну, вот Николас Холт, актер, который Петр Третий, вообще по сюжету, сын Петра Первого, поэтому, ну, тут как бы вообще об историческом контексте речь не идет, действительно, не только имена и названия страны. Но вот если взять его роль, у него ведь очень классная роль в плане актерской, что она такая бесячая, но в ней в то же время много драмы, что человек был воспитан в таких условиях, и он не может... Мы его ненавидим, да, но понимаем, что это, в принципе... Он полностью несостоятельный. Он вырос просто сам... До сих пор мама умерла уже, но он до сих пор не может жить отдельно от нее и принять сам факт. Я здесь пленница, а мой муж идиот. Ты же... Ну, Эль Фанинг, конечно, главная звезда, которая очень много снимается, по большей части у нее хорошие фильмы, и вот она добралась до центральной роли в сериале. Вот в ее интерпретации, Екатерина, вызывала она у тебя симпатию? Я просто... Своей актерской опять точки зрения, мне кажется, что эта роль станет для нее неким каким-то новым этапом в карьере, потому что это нетипичная для нее роль в плане характера, в плане того, что какая она появилась в начале, глупая, наивная, окрыленная и только любовь, только любовь, и какой она стала к концу, что любовь к России, только к России, никому, ни к чему, только к России. Россия не достается наследнику, если его нет. После смерти императора Россия достается императрице. Как ты думаешь, будут судить по этому сериалу? Я понимаю, что они все предупреждают эти дисклеймеры, что не судите, что это реально. Но вот человек посмотрит в другой стране, он будет немножко судить о России по-другому. Это вот работают в эту сторону, как говорят, в очернении, я не знаю. Наверное, смотря кто. Если взять возрастную категорию нашу, например, то у нас же уже все равно есть некие штампы, опять-таки. То есть у нас есть уже задатки по каждой стране. А если, например, это был бы, например, какой-то подросток, школьник, и он вдруг узнал о сериале и решил узнать историю России, то тогда да. Тогда, мне кажется, безусловно, создастся тоже, продолжатся вот эти штампы и так вот они, видимо, и передаются. Так про ту же фаворитку, кстати, можно сказать, я просто не помню. Я помню, что его на Оскар номинировали, а чтобы кто-то говорил, вы что, в истории Великобритании таких идиотских не было. может, партия консервативной Британии может быть. Не, но это, понимаешь, это есть везде, но это как бы разные мнения. А у нас то, что что-то запрещается, это значит, что превалирует какое-то мнение, что это плохо. Я не говорю, что типа все в этом сериале хорошо, и что мне там все шутки кажутся смешными. Шутка-то во многом затянувшаяся. Давай об этом поговорим. Сериал все-таки он 10-серийный, там есть сюжет, который развивается, и иногда складываются впечатления как раз-таки шутки на повторяющие, то есть они в одни и те же ситуации попадают. Насколько тебе показалось 10 серий оправданным? Может, ты сократила бы? Я считаю, что можно было бы сократить до 7, наверное, чтобы увидеть как раз-таки вот это становление героев, чтобы увидеть сам заговор, чтобы увидеть исход этого заговора. Смотрите, тебе было интересно, мы все знаем, что случилось с Петром Третьим, это тоже не спойлер. И вот мы когда знаем, что случится в конце, условно говоря, тебе интересно было смотреть на серии 3, 4, 5? Но именно сам подход к этому заговору был интересен. Эти вот эти перипетии, когда кто-то друг друга сдаёт, кто-то узнаёт. Он же тоже как изменился ближе уже вот к этому, к тому моменту, когда он это всё узнал. И как потом он это принял. Поэтому да, было интересно. И я бы сократила до 7. Я не хочу тебя убивать, ты не плохой человек. Я могла бы тебя убить, ты плохой человек. Кому ты его посоветовала бы посмотреть? Скорее всего, тем, у кого всё нормально с чёрным юмором. Потому что здесь оторванные головы, здесь дебильные шутки, и здесь наша история, которая эпизодически пронзивая. 100%. Лучше я не скажешь. В общем, благо, Екатерина не фильм для широкого проката. Вы спокойно можете посмотреть, например, по подписке Море ТВ. Все 10 серий, если вы прям поклонник чёрного юмора, ниже пояса, насилие, не против, что рекордное количество животных убили в первые две серии, это, конечно, всё юмор, можете посмотреть. Достаточно увлекательное шоу. Есть местами хорошие моменты в плане юмора. Ну и в целом, вся история увлекательная, поэтому посмотреть на скандальный многосерийный фильм, на постере которого Эль Фаннинг показывала неприличный жест, закрытый пикселями, я думаю, многим будет интересно, поэтому можете попробовать это сделать. Многим несчастным необходим правитель. Надеюсь, я на неё смотрю. Раз в поколение лучшие воины должны сойтись в схватке, которая решит судьбу их мира. Культовая франшиза Mortal Kombat и по сей день очень хорошо себя чувствует в игровом пространстве. Буквально на днях вышло дополнение к 11 части с новыми персонажами, аренами и добиваниями. Но что касается экранизации, то новый фильм от дебютанта Саймона Макфойда выйдет только в 2021 году и чего от него ждать решительно не ясно. Но уже сегодня вы можете посмотреть полнометражный анимационный фильм легенды смертельной битвы Месть Скорпиона. Я, Шан Цун, приветствую вас на смертельной битве. Смертельная битва! Чернокнижник Шан Цун устраивает межпространственный турнир по боевым искусствам, где победитель бросит ему вызов за судьбу их родного мира. В нем также решает принять участие жаждущий отомстить за смерть семьи и родного клана Шарая Рю бессмертный воин Скорпион. Чего же ты хочешь? Я хочу отомстить! За постановку Мести Скорпиона отвечает студия Warner Brothers Animations и отличный постановщик мультфильмов в жанре экшен Этан Сполдинг. На его счету Бэтмен Нападение на Аркхам, мультсериал Тайны Майка Тайсона, мультфильмы о Луне Тьюнсе Скуби-Ду и даже эпизоды для культового шоу Аватар Легенда об Аанге. Иди сюда! А вот и Джонни! В кадре появятся все ваши любимые герои смертельной битвы от Сони и Джонни Кейджа до Саб-Зиро и Гора. По сути, Месть Скорпиона – это лучшая экранизация, передающая дух игры со времен фильма 1995 года. Но имейте в виду, что это весьма жестокое зрелище. Так что уберите маленьких детей от экранов и пригласите в гости доброго друга, с которым рубились Mortal Kombat на старенькой Сеге до глубокой ночи. Гора! Гобей его! Легенды смертельной битвы Месть Скорпиона На Нетфликсе премьера комедии «Не та девушка» от Гаслера Спинделла. Месть Скорпиона была мисс Мэрилин. Ты должен привезти ее в Хауаи. Я не могу привезти ее в корпоративный ретрейт. Это безумие. Текст ее сейчас. Она сказала «Да!» «Да!» У меня есть эта девушка, которая меня встречает, и она потрясающая. Мы уже рассказывали вам про ренессанс Адама Сэндлера, который произошел благодаря крупному контракту с Netflix. Он снимается в арт-хитах Ноа Бамбаха и братьев Савди, но параллельно как продюсер выпускает комедии со своими друзьями в главных ролях. Да, фильмы «Нелепая шестерка», «Неделя до» и «Загадочное убийство» не назовешь произведениями искусства, но у них есть своя аудитория, и в Netflix вроде бы довольны цифрами. Поэтому в мае сервис выпустил новый продюсерский проект Сэндлера под названием «Не та девушка». Главную роль в ленте исполнили Дэвид Спейт и Лорен Лапкус, которым ассистирует стандартный сэндлеровский набор актеров Ник Сварцен, Ванилла Айс и, конечно же, Роб Шнайдер. О, Мой ГОД, СВАЛЬ! В ИНОСТРЫЕ ВАЛЬ! О, МОЙ ГОД, СВАЛЬ! О, МОЙ ГОД! О, МОЙ ТАТЕРСКИЙ ВАЛЬ! О, МОЙ ГОД! О, МОЙ ГОД! Не та девушка – это типичный проект студии Адама Сэндлера, который, пожалуй, уместнее смотрелся бы в начале десятых. С физиологическими шутками и постоянными падениями и ударами главных героев. Впрочем, и в 2020-м это довольно смешно, а за бенефисом Лорен Лапкус наблюдать сплошное удовольствие. В общем, не та девушка – это отличный способ беззаботно провести ближайшие полтора часа. О, мой Бог, она жива! Чёрт! Вопрос. Кто хочет провести Рождество в горах? С вами будет Грейс. Ей не терпится узнать вас поближе. Это мамина шапка. Ох, простите. За последние годы жанр пост-хоррор, благодаря талантливым постановщикам и фильмам вроде «Прочь», «Ведьмы» и «Солнцестояние», стал весьма популярен и любим даже теми зрителями, которые раньше ужасы обходили стороной. На этой неделе выходит картина от некогда культовой студии «Хаммер» с загадочным названием «Сторожка». Что-то не так? Я не хочу оставлять тебя с детьми, если тебе некомфортно. Всё в порядке, я же сама предложила. Подумаешь, пару дней. Ладно, ребят, я поехал. Не скучайте! Что это? Это Грейс. Все покончили с собой, кроме неё. Молодая женщина Грейс выходит замуж за журналистой Ричарда, и теперь ей предстоит стать мачехой двоим детям. Чему сами Мия и Эйден не очень-то рады. В отличие от влюбчивого отца, они ещё не забыли мать, из-за развода, покончившую с собой. К тому же Грейс, дочь основателя секты, 12 лет назад совершивший массовое самоубийство. Поэтому дети считают, что отец променял мать на психопатку. Чтобы Мия и Эйден ближе познакомились с Грейс, Ричард отправляет семейство провести пару дней перед Рождеством в отдалённом от цивилизации доме. «Сторожка» — это британо-канадское кино от австрийского дуэта Северина Фиала и Вероники Франц, ранее сделавших хоррор «Дорогая мамочка». Роли в фильме исполнили Ричард Армитаж из «Хоббита и Ганнибала», звезда 90-х Алисия Сильверстоун и Джейден Мартел из «Кинговского Оно». Ну а главная роль досталась Кайли Рио. Её вы могли видеть в фильмах «Безумный маг с дорогой ярости», «Дом, который построил Джек» и «Под Сильверлейк». «Сторожка» — это фильм-головоломка, очень непредсказуемый и тёмный, ловко играющий на площадках драмы и ужасов. Холодная тягучая атмосфера забирается под кожу, а безумие героев как будто бы выплёскивается через экран. Так что если вам по душе мрачные истории и экзистенциальные кризисы, сдобренные ловким сюжетом, то «Сторожка» может стать для вас приятным открытием. Тем более совсем недавно фильм вышел на Кинопоиск HD. «Сторожка» Вот и всё на сегодня. Увидимся уже скоро. Надеемся, вам всё понравилось и вы выбрали подходящее кино для домашнего просмотра. Не забывайте посещать наш городской интернет-портал gtv.ru, чтобы быть в курсе самых актуальных новостей. Ну а с вами была программа «Кинофрэш». Смотрите кино дома. Пока! Субтитры подогнал «Симон»